Всем большой привет! С полезными советами вновь Виталий Декабрёв. Жаркая пора для дачников уже наступила, конец февраля, работы с рассадой всё больше и больше. Чем же заняться на этой неделе? Об этом в сегодняшнем выпуске. Присоединяйтесь! Начну с подкормок. Взрослая рассада пеларгоний требует хорошего питания, поскольку активно набирает зелёную массу. Кстати, чересчур активно. Я надеялся, что оставлю пеларгоний в 400 мл стаканах до высадки в середине мая, но чувствую, такими темпами придётся её пересаживать в литровые стаканы. И при этом подкормки не прекращаю. Раз в 10 дней подкармливаю удобрением на основе конского компоста, где есть всё необходимое питание. Основные макроэлементы. А ещё в удобрении введён природный стимулятор роста, чтобы растения лучше справлялись со стрессовыми ситуациями. Идеальное удобрение для рассады. А ещё это удобрение недорогое, очень экономно расходуется. Пол колпачка на 2 литра воды. Возьмите его на заметку. Оно, кстати, сейчас продаётся во многих садовых магазинах. Называется биоудобрение от компании Фаска. Взрослые пеларгонии, кстати, тоже подкормлю, как и другие растения. Перехожу к подкормкам молодой рассады. Подкармливать молодые сеянцы нужно не раньше, чем через неделю после всходов. В плане подкормок с ними нужно быть аккуратнее. Если даже немного переборщить с удобрением, это может вызвать угнетение растений и остановить рост как корешков, так и вегетативной части. Поэтому первую подкормку лучше сделать микробиологическим удобрением с полезными бактериями. В этом сезоне у меня очень много рассады, хотя давал себе зарок, что сеять буду по минимуму. Слово, конечно, не сдержал. Сделаю коктейль из двух препаратов. Первый на основе бактерий Bacillus subtilis. Эта бактерия в процессе своей жизнедеятельности практически полностью вытесняет патогенную микрофлору из почвы. Второй препарат тоже на основе бактерий, которые называются азотофиксаторы. Они улавливают азот из воздуха, переводят в доступную форму для растений, тем самым снабжая этим основным элементом для роста наше растение. Помимо бактерий, в этих препаратах присутствуют биологически активные вещества. Ферменты, аминокислоты, витамины, фитогормоны. Все, из чего строит свое тело растение. Такая подкормка и защита сделает нашу рассаду сильной, крепкой и здоровой. Отсюда и хорошие урожаи и пышное цветение. Эти жидкие препараты называются биозащита от болезней и биоазот, биокомплекс БТУ. Я их заказываю на сайте производителя «Эко-дачник», но препараты сейчас доступны во многих садовых магазинах. Разведу препараты сразу в 12 литрах, поскольку бактерии нужны всем растениям. Препараты расходуются очень экономно, нужно всего лишь по 15 мл и того и другого препарата. Кстати, будет неплохо еще и обработать таким коктейлем растения и по листу. Перехожу к пикировкам. Рассаживать буду сегодня садовую землянику, и устому, и мини-томат каменный цветок. Уже на подходе гацани и гвоздика шабо, но с ними разберусь в другой раз. Начну с садовой земляники. В этом сезоне выращиваю три сорта крупноплодной садовой земляники с розовыми цветами. Это «Флориан», «Роман» и «Розовая мечта». Эти сорта отлично смотрятся и в кашпо, и в грядках, и даже в декоративной зоне. Появились четыре настоящих листа, можно пересаживать. Не давайте корешкам сильно спутываться. Для пикировки клубники я использую стаканы с выдвижным дном объемом 200 мл. Пока этого достаточно. Через месяц пересажу их в 400 мл стаканы. Сегодня не поленюсь и сделаю великолепный грунт для пересадки. За основу беру уже проверенный грунт для семян и рассады. Мне он нравится. Там торфы разной степени разложения, песок для разрыхления, биогумус. Кстати, редкость, чтобы производители грунтов добавляли это натуральное удобрение. Этот грунт от компании «Фаска». Смело можете использовать его для выращивания рассады. Да, имейте в виду, что производитель добавил в почвосмесь очень качественное, чистое минеральное удобрение. Поэтому какие-либо удобрительные добавки вносить туда не стоит. Но можно добавить вермикулит для того, чтобы грунт не уплотнялся и хорошо удерживал влагу. В вермикулита можно внести примерно 15% от общей массы грунта. Перебарщивать с ним не стоит, можем нарушить pH. И еще добавлю диатомит, примерно 5%. Это источник кремния, чтобы растения были крепкими и здоровыми. Мне очень нравится диатомит от компании «Биокомплекс» чистой мелкой фракции. Все компоненты тщательно перемешиваю. Грунт слегка уплотняю и поливаю водой с добавлением препарата «Биозащита от болезней» для обеззараживания грунта. А еще с помощью этого препарата приживаемость растений происходит быстрее, поскольку там очень много полезных веществ для стимуляции роста корневой системы. Несмотря на то, что земляника еще совсем маленькая, пересаживать ее пора. В этих стаканах она моментально пойдет в рост. Аккуратно, небольшой вилкой подкапываю грунт, извлекаю сеяниц. Делаю в грунте углубление и отправляю землянику. Ее, кстати, можно заглубить до семи долей, но не больше. Не заглубляйте точку роста, иначе растение погибнет. Аккуратно уплотняю грунт, поливать уже не нужно. С земляникой расправился, берусь за иустому. Рассада иустомы развивается неравномерно. Некоторые уже крупные экземпляры, а те, что всходили долго, еще совсем малышки. Уже пора предоставить просторные квартиры экземпляром побольше. Пересадить иустому будет гораздо проще, чем землянику. И это безусловное преимущество выращивания рассады в торфотаблетках. Пересажу иустому в стаканы объемом 400 мл. Грунт насыпаю половину стакана. Уплотняю, поливаю. Аккуратно снимаю чехол с таблетки. Корешки уже появились на поверхности. Отправляю в стакан, заполняю пространство грунтом и уплотняю. Поливаю и все готово. Далее на очереди карликовые томаты, черри, каменный цветок. Их я выращиваю для самого раннего урожая. Этот гибрид можно выращивать дома круглый год. Их уже пора пересадить из 400 мл стаканов в 3-литровые кашпо. А впоследствии они будут расти у меня в 10-литровых кашпо. Отличное и полезное украшение сада. При пересадке эти томаты сильно заглублять не нужно. Совсем немного до первого настоящего листа для образования дополнительных корней. Итак, мои растения накормлены, пересажены, моя душа спокойна. На сегодня у меня все. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Желаю здоровья вам и вашим растениям. До встречи!